Всем привет, с вами Ёжики, просто фантастические новости! Праймовые кумиры, они же иконы, получают информ. И некоторые, наверное, среагируют на эту новость, типа вот так. Оооо, вау, какие офигенные карточки! Я же среагировал примерно вот так. Писец. И сейчас расскажу почему. Но прежде всего напомню, что спонсором этого выпуска является компания 1xBet, которая радует меня своими высокими коэффициентами, быстрыми выплатами и надёжностью. Уверен, порадует и вас. Лучшие моменты кумиров. В честь лучших моментов в игре кумиров на пике их карьеры в эту пятницу в наборах будут выпущены особые версии отдельных кумиров. Писец. В течение недели мы будем рассказывать о моментах кумиров на пике их карьер более подробная информация в пятницу. Вау, я офигел. Были у нас будущие звёзды, будут у нас будущие пёзы, есть у нас хедлайнеры. И ты такой смотришь на всё это. Вау, красивые карточки, будет весело. О, побольше вариантов, какой состав тебе собрать. Но где-то всё равно мы все понимаем, что это так или иначе толкает нас к тому, чтобы открывать пакетики. Такой вот шаг давать, грубо говоря, информ праймовым кумирам, это, мне кажется, уже полнейший перебор. Я бы не хотел сейчас перечислять все те моменты, которые нас огорчали в течение последних лет от геймплея до работоспособности серваков. Но, к большому сожалению, в этом направлении мало что меняется, тогда как вот в разноцветности и разных цифрах карточек меняется многое и становится всего больше. И вот зависимость от доната, Pay2Win, она настолько сильна и с каждым месяцем, уже даже не годом усиливается, что я теряюсь просто от такой тенденции. И вполне возможно то, что у FIFA 20 я затею такой себе проект Road to Glory, где мы будем играть без покопингов. Вообще вот на моем основном аккаунте развиваться за счет Weekend League, там дивизионов и драфтов, которые... Единственное, что можно играть, наверное, будет за FIFA Points, потому что вкладывать монетки в драфты, это вообще будешь стоять на месте, никуда не двигаться. Кстати, чем больше лайков под этим видео, тем больше шансов на то, что я в 20-й FIFA ли буду играть без покопингов. Мне на самом деле так было бы интересно. Другое дело, что если я хочу соревноваться, то играть с обычными равными составами против икон будет тупо нереально. Как ни крути, но составы очень много решает в игре. Будем откровенны, скилл скиллом, но если у тебя Анри Бест Матеос против, не знаю, Марсиаля, Мореза и какого-то Фабиньо, то вы понимаете. Я прекрасно понимаю ту часть ютуберов и стримеров, которые рады таким вот ивентам, где больше карточек, больше возможностей пооткрывать паки, провести всякий движ, который будет интересен зрителям. Просто посмотреть на вот этот процесс открывания паков, и он бесконечный, и он крутится и не заканчивается. Но все-таки, когда же это закончится, вот в чем вопрос, и закончится ли, не знаю, многие ли из вас в курсе, но в Бельгии уже оно закончилось, потому что там нельзя больше донатить в игру. Кто его знает, может другие страны поддержат. Что-то мне мало в это верится, и вот, хер знает, как-то захотелось поговорить на эту тему с вами. Поэтому пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. С вами был Ёжик, увидимся, до встречи и всего хорошего.